Итак, давайте начнем. И даже десять лет назад у меня была эта мысль о тебе, пастор Роман. И я думаю, а я задавался себе тогда вопросом, когда интересно это произойдет. Может быть, даже это было больше, чем десять лет назад. Но в этот раз, когда я приехал, я чувствую это очень сильно. Я могу быть неправ, я человек. Но очень часто я прав. И так, дорогие, рады вас всех видеть. Я почтен, что вы все хотите меня услышать. Я хочу поговорить о чем-то, что очень реальное. Не правильное, хорошое сообщение. Понимаете, о чем я говорю? Не правильное библейское послание. А что-нибудь настоящее. Что-то, что делает большую разницу, приносит разницу в моей жизни, что мне самому помогло. И вчера я говорил в этом классе, что это сорок первый мой год полновременного служения. Поэтому я начал свой вторые сорок лет, как Моисей. Может быть, я смогу еще сороковку отслужить. Я надеюсь, что нет. Много раз, оборачиваясь назад, я понимаю, что моя жизнь была очень сложной. И понимаю, что если бы мне пришлось снова что-то сделать, вряд ли бы я сделал бы снова. И это может звучать странно для вас. Потому что у меня, в принципе, очень продуктивная, плодовитая жизнь. Но всегда была цена, которую я платил. И не все мне давалось легко. Очень часто это было сложно, и очень часто это было больно. И очень часто я чувствовал себя одиноким. Очень смущенным. Вы бываете смущены по отношению к Богу. Потому что очень часто в нашей жизни происходят вещи, которые мы не понимаем. Помните, вчера я говорил вам, что Бог помещает частичку вечности в ваше сердце. Поэтому есть что-то внутри нас, что мы знаем, это Бог. Знаете, атеисты на самом деле знают, что есть Бог. Они объяснить этого не могут. Поэтому они говорят, я не верю. Но внутри каждого человека мы знаем, что есть вечность. Мы знаем, что есть что-то большее. Но с начала и до конца мы не можем этого объяснить. И вот такая наша жизнь. И вы даже к концу своей жизни не сможете объяснить все. Первая Коринфянам, тринадцатая глава. Павел говорит, мы знаем отчасти. И пророчествуем отчасти. Но когда совершенный придет, да, мы познаем все. Тогда у нас будут ответы. И наконец-то мы поймем. Но в течение вашей земной жизни вы будете знать чуть-чуть. Поэтому Бог называет нас «Дети Авраама». Я вообще язычник. Но я семя Авраамова. Я был привит к этой лозе. Поэтому я считаю себя евреем, как чистокровный еврей. Но есть особые обетования физическому семени Авраама. Евреи — это старшие братья по вере. Это означает, что они страдают больше, как старшие. Это реальность. Это означает, что они страдают больше, как старшие. Некоторые говорят, что я хочу быть евреем. Хорошо, можешь быть евреем. Павел говорит, что мы умирали, чтобы другие могли жить. Павел говорит, что мы должны умирать, чтобы другие могли жить. Все доброе, что вы когда-либо приняли в свою жизнь, кто-то когда-то за это заплатил. Я еще раз повторю. Все доброе, что вы когда-либо получили, кто-то когда-то за это заплатил. Иешуа заплатил цену на кресте за наши грехи. Но мы должны платить свою цену, чтобы другие могли получить свободу. Это наше призвание. Вот поэтому жизнь может быть непонятной или смущающей. Поэтому она иногда нас разочаровывает. И повторю тот вопрос, с которого мы раньше начали, что где бы я ни путешествовал по миру, мусульманские страны, атеистические, христианские. Первый вопрос, который мне задают. Почему плохое случается с хорошими людьми? Кто когда-нибудь задавался таким вопросом? Хорошие люди. И плохое с ними случается. И мы задаемся вопросом, где Бог? Я помню, когда я 20 лет был в служении. Мои первые 20 лет, в принципе, прошли достаточно хорошо. Ну, если, в общем говоря. Относительно говоря. Бог использовал меня. Что-то шло хорошо. Я был достаточно успешным. Знаете почему? Потому что я не был готов на самом деле еще. Я не был, не имел того чувства безопасности и готовности, что Бог хочет что-то серьезное и сверхъестественное делать в моей жизни. Мне понадобилось 20 лет хороших служений и подготовки, чтобы приготовить меня к следующим плохим годам. Потому что я был вне безопасности. Потому что даже потом, когда начало случаться что-то плохое, я чувствовал, что как будто меня Бог наказывает. Некоторые люди начинают злиться на Бога. Это не часть моей сущности. Я не злюсь на Бога. Знаете, что я делаю? Я начинаю сразу думать снова о своих грехах. Да, наверное, я заслужил это. Я тут упал, я тут неправильно сделал, я заслужил. И я начинаю чувствовать себя плохо. И я чувствую, что меня наказывают. Знаете, это ложь. Это не то, что происходит на самом деле. Это вся история жизни Иова. Это первая книга Библии. И 50 глав рассказывает нам о жизни одного человека. Плохое происходило с хорошим человеком. И это была написана исторически первая книга в Библии. Что она говорит нам? Что Бог говорит? Что плохое будет случаться с тобой в жизни и в жизни твоих окружающих тебя, людей, даже если ты хороший человек. И вопрос звучит не если случится или не случится, а вопрос когда. Никто больше не улыбается. Это понятно, правда? Вы должны быть в комнате сейчас, где пастор Иоанн проповедует. Там легче. Он говорит о Иуде. Он говорит о Иуде. Что вы упустите, Иова или Иуду? Или страдания здесь, или Иуда там. Кого вы выбираете? They already choose. They already choose. Okay. I think so. But see, I'm still here. I feel good. И чувствую себя нормально. See, I have peace. У меня есть покой. I have joy. У меня есть радость. The Bible says the joy of the Lord is our strength. Библия говорит, что радость Господня, она сила наша. See, joy and peace do not come from understanding. Послушайте, радость и покой или мир, они не приходят от нашего понимания. They come from God into our spirit. Они приходят от Бога в наш дух. And we have to learn to live lives that are spiritual. И мы должны учиться проживать нашу жизнь духовную. Not by what we understand, or if things are good, or if things are bad. Не потому, как мы понимаем, не потому, что вещи хорошие или плохие. So, I had my bad years. И так у меня были мои плохие годы. И в очень короткий период я потерял свое здоровье. Я потерял много своих друзей. Моих всех духовных друзей. Когда все было хорошо, абсолютно каждый звонил мне по телефону. И у меня было множество друзей. Друзей. Но когда все стало плохо, Один парень только звонил мне. Один. Я чувствовал себя ужасно. Я чувствовал себя бесполезным. Я чувствовал себя полностью проигравшим. И задавался вопросом, что со мной не так? Что неправильного со мной? Я решил, окей, я буду посещать церковные служения. Все еще посещать. А теперь мы знаем, какую музыку она слушает. Звучит, как на Рождество музычка. Это жизнь. Не страшно. Плохое случается с хорошими людьми. И все сразу стыдно. Я был ранен. И я хочу прочитать вам также с книги Иова. Итак, сороковая глава Иова. И мы приблизительно к концу истории Иова. И теперь Бог задает Иову вопросы. Знаете, когда все плохо, мы иногда Богу задаем вопросы. Но нехорошо, когда Бог задает вам вопросы. Понимаете, о чем говорю? Нехорошо, когда уже Бог приходит и задает вопросы. Но Бог тут задает несколько вопросов. Говорит, знаю, все плохо. Но позволь задать вопрос. Когда я творил Вселенную, когда я творил Вселенную, ставил расстояние между звездами. Ты мне говорил что-то делать? Ты мне давал советы? Если сможете ответить на это, я отвечу тогда на твои вопросы. Иов, по-моему, очень тихий был. И в сороковой главе мы видим, что Бог что-то очень интересное спрашивает. Так же Исайя 27, verse 1. You don't have to look it up. Исайя 27, verse 1, says Leviathan is the serpent, or the devil. Исайя 27, verse 1, говорит, что Leviathan – змея дьявольская, да? So, the devil. Дьявол. Right? God calls him Leviathan. И Бог дьявола называет Leviathan. Which is what chapter 40 of Job is about. И возвращаемся в Иова сороковую главу. So he has a name for him. У Бога было имя для этого. And it means like the twister. The crocodile. И он похож что-то подобное на крокодила, какого-то извивающегося. So when a crocodile eats something, it takes, it grabs it, it pulls it underwater, and it twists. И когда крокодил захватывает свою добычу, он ее хватает, тащит под воду, и пытается хвост использовать, чтобы смять его, и чтобы он обездвижен был. И вот когда добыча умирает, он ее где-то оставляет, ждет, пока она там погниет немножечко, а потом возвращается есть ее. И здесь в сороковой главе задает Бог вопрос Иову, может ли он словить крокодила крючком для рыбы. Кто из вас любит рыбалку? Да, да. Хорошо, словили, что дальше делать будете? Вот тут проблемка. Да, конечно, может крючок попасть таки в уста крокодила. Но когда вы его словите, то там проблема начинается. Мы были в Африке, и видел я крокодильчика. Большая пасть. Примерно длины был крокодильчик с эту комнатку. Достаточно большого видел. И я был там с моим сыном, и говорю, давай камней найдем. Поэтому женщины живут дольше, чем мужчины. Мы отличаемся. Короче, мы нашли камней. И я сказал, run near this crocodile and throw the rocks at the crocodile, and then we're going to run away as fast as we can. Бери камень, приблизь себя максимально ближе к крокодилу, попади в него и убегай, как быстро ты можешь. Это совет сыну отдал. Я говорила вам вчера, что женщины умнее мужчин. Но для мужчин это забавненько. Аллелуя! Это жизнь. Адреналин и путь, чтобы понять, что крокодилов пришел и выжил. Я живу! Я чувствую себя хорошо. Хорошо? Вы не можете девочку сделать мальчиком, мальчика сделать девочкой. Мы разные. Это от самого начала. И Бог говорит, что бы ты сделал с Левиафаном? То есть, он о чем говорил с Йовом? О его проблемах. О его боли. О его смущении. О его разочаровании. Когда вы вот в таком месте в вашей жизни, крокодильчики приходят навестить вас. И они говорят к вам. И они начинают рассказывать вам истории с их точки зрения. И если вы будете слушать их голос, 41 глава Иова, 9 стих. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. Это происходит, когда дьявол приходит. Я буду говорить то, что может немного шокировать. Вы не сможете противостоять дьяволу. Я объясню. Вы не можете противостоять дьяволу. Всякий раз, когда вы сами будете на него восставать, он разрушит вас. Когда вы в кризисе, и вы будете общаться с дьяволом, он разрушит вас. Он очень сильное духовное существо. Он способен был разделить небеса. Он был способен вытащить одну треть ангелов из Божьего присутствия и увести за собой. И вот как это работает. Он ждет, пока вы окажетесь в кризисе. Когда вы будете ранен. Когда вы будете в боли, когда вы будете злы. А потом он придет и начнет говорить к вам. И если вы только будете слушать его, вы не победите. Вы будете больны. Вы будете изолированы, одиноки. Ваша жизнь будет только хуже. И оно будет скатываться вниз. И есть единственный путь, как разобраться с дьяволом. И это не слышать его голос. Не слушать его голос. Вам надо уходить к Господу. Вам надо уходить в Божье Слово. И вам надо провозглашать это Слово и верить в то, что Бог говорит о вас в Своем Слове. И если вы будете так делать, то со временем обстоятельства поменяются. И вы сможете пройти через любые сложности. И вы станете еще лучшей личностью. Понимаете это? Но иногда жизнь шокирует нас. Семь лет назад у меня опухоль была здесь на руке. И за два-три года она не исчезла. И шесть лет назад я дошел до доктора. И после тестов я понял, что у меня рак. Это лимфома. Это рак крови. И врач говорит, самое плохое, что могу тебе сказать, этот рак не лечится. Ничего мы не можем сделать. Но хорошая новость в том, что он развивается очень медленно. И статистически на сегодня я должен был быть уже мертвым. В большинстве случаев. Я все еще здесь. Но у меня лимфома. Я живу с раком. И он убивает меня. И во-первых, я был в шоке. Потом они взяли жидкость спинномозговую. Очень болезненный тест. Поэтому я частично понимаю боль женщин, когда они рожают. Теперь я могу поклониться женщинам и сказать, вы просто сверхъестественные. Ты знаешь тоже это, да? Я не сказал это вчера, но женщины тоже тяжелее, чем мужчины. Таффер. Странее. Так же не сказал этого вчера, но сегодня могу сказать, что с этой стороны вы не просто сильнее, вы даже жестче, чем мужчины. Мы, конечно, мачо, но мы детки. Мальчики маленькие. Это правда. Мальчики маленькие. А женщины, они такие жесткие. Поэтому я скажу вам, мужчины, вы благословенны, если у вас есть женщина в вашей жизни. Кто из вас готов сказать спасибо Боже за женщин в моей жизни? Они удивительны. И чем взрослее я становлюсь, чем старше я становлюсь, тем больше я убеждаюсь в этом. Это истина. Видите? Поэтому я получил свой первый шок, когда понял, что это рак. Потом я встретился с человеком, который жил на улице, бомжевал из-за того, что был алкоголиком. Вообще ничего не делал со своей жизнью. И я проезжал мимо него на своем грузовике и подумал, ты такой богатый. У тебя есть жизнь. А я умираю. Ты такой богатый. Вы это купить не можете. Понимаете, о чем я говорю? Итак, мне 54, и тут я узнаю, что я скоро умру. Мой отец умер в 54. И у меня был этот страх сначала внутри, что у меня станет 54, и я тоже умру. И я никому об этом не говорил. Это было стыдно, смущало меня. И тут 54, и у меня рак. И они говорят, он тебя убивает. И я начал думать, ну, наверное, я это тоже заслужил. Глупые мысли. Кто из вас находил себя, что вы думаете глупые мысли? Мы знаем все, что здесь написано. Мы знаем все правильно из Библии, что Бог действует разными способами. А потом получаем свой шок. И мы не думаем позитивно. Мы думаем негативно. Многие из нас. Но, знаете, Бог все это знает. И Он очень сострадателен к нам. И знаете, чему я научился? Я хуже к себе отношусь, или тяжелее к себе отношусь, чем Бог ко мне относится. Строже к себе отношусь. Я строже к себе и жестче к себе, чем Бог ко мне. И знаете, что я еще понял? Что другие точно так же к себе относятся. Многие. Я думаю, что вам необходимо принять благодать Божию. Вы должны знать, как Бог заботится о вас. Он видит ваши слабости. Он видит ваши падения. Он не злится на вас. Он не наказывает вас. Может быть, иногда мы можем научиться из наших ошибок. Но Он всегда сидит с Его открытыми объятиями для вас. И говорит, приходите. Приходи, давай обнимемся и поговорим. Позволь мне бодрить тебя. Но моя голова была полна моих мыслей. И знаете, лет пять я никому не говорил, что у меня рак. Потому что достаточно было того, что я переваривал весь этот процесс. И я не хотел, чтобы еще все вокруг обо мне говорили. Для меня этого было перебор. Я не мог этого. Я сказал всего нескольким друзьям. Татьяну с Валентиной. Вы знаете, Керт и Керен в Тексасе? The Cowboys? И семья ковбоев с Техаса, Керки, Керен, Хортон, и они приезжают сюда. Они снова вернутся. Я сказал всего нескольким людям. Поэтому, если вы проходите период проблем, искушений, испытаний, не обязательно всем об этом говорить. Вы можете. Но нет ничего неправильного сказать об этом только нескольким людям. Просто сказать, молитесь за меня. Люди, которые по-настоящему ваши друзья. Я пошел в церковь. Открыл свою Библию в церкви. Потому что я задавал этот вопрос себе. Иисус реален? Ишуа вообще-то реален? Если я умру, я на небеса пойду? На то время я об этом проповедовал лет 35 уже. Бог доказывал самого себя мне неоднократно. Но когда я начал думать, что я умираю, А вообще это реально все? И я достаточно страдал. И я пришел в церковь, открыл Библию. И я остановил свои глаза на месте, где написано, что Ишуа говорит, я иду приготовить место вам. И когда я прочитал эти слова, Бог проговорил ко мне. Как я знал, что Он проговорил? Я не могу этого объяснить. Но я читал эти слова, которые читал тысячи раз до этого. И в первый раз в жизни они наполнили меня. И они стали живыми для меня и теплыми для меня. И я просто осознал, что в один день Иисус приготовит место для меня. Может быть, для вас это сейчас ничего не означает. Но для меня это все. Потому что я сидел и думал, я умираю. Все, конец. Моя история заканчивается. И Бог пришел ко мне и утешил мое сердце. И то, что я хочу сказать вам в жизни. Иногда у вас будут страхи и сомнения. Не слушайте лжеца. Потому что если вы будете слушать лжеца, вы всегда будете проигрывать. Вы всегда придете к неправильному образу мышления. И дальше это будет вести вас по пути, который приведет к разрушению вашего. Чуть-чуть, по чуть-чуть, кусочек за кусочком, Он просто будет забирать вашу жизнь. И вы станете просто ничтожными. Но когда вы сталкиваетесь с этим временем кризиса, это нормально задавать вопросы. Это нормально, если вы немного боитесь. Это нормально, если у вас есть немного сомнений. Бог больше всего этого. И Его любовь для вас больше, чем все это. И потом Он придет и покажет вам, что Он реален. Что Он с вами. Что Он любит вас. И вот я здесь сейчас с вами. И уже прошло 5-7 лет. Я уже думал, что я должен быть мертвым. Вы понимаете? Но я все еще здесь. Но я это говорю сейчас не себе. Я говорю это вам. Потому что я знаю, что многие сидящие в этой комнате проходят через сложные периоды вашей жизни. И я знаю, что некоторые из вас проходят через сложности прямо сейчас. Бог больше, чем все это. Бог больше, чем все это. Он проведет вас. И Он утешит ваше сердце. И Он будет заботиться о вас, неся на своих руках. Вам не надо бояться ничего. Это инструмент, который враг имеет против всех нас. Это страх, что со мной может произойти. Этот страх, это ложь. Всю свою жизнь, пока я жил, я думал, что умру в 54. Потому что мой папа умер в 54. Это была твердыня в моей жизни. Это была ложь, в которую я верил. Это не рационально. Но эта мысль была сильной. И я постоянно к ней возвращался своим разумом. У кого навязчивая ложь есть в голове, которая крутится у вас годами? Что периодически вы возвращаетесь к этой битве снова и снова. Мы помолимся об этом сегодня. Но мы не просто хотим разрушить ложь в нашей жизни, но мы хотим принести Божью правду на это место. Вопросы есть у кого-то? Я немножко не понял. Вы говорите о болезни в каком-то уже совершившемся факте, или вы боретесь и провозглашаете исцеление в своей жизни? Мне немножко непонятно. Повторяем вопрос. Борется ли человек, противостоит ли он этой болезни, молится ли он против этой болезни, или он смирился с ее существованием? Замечательный вопрос. Да? Что же делать? Я думаю, что абсолютно каждый отличается друг от друга. Разные мы. Я знаю друга, которого Бог исцелил от рака. Я верю, что Бог исцеляет людей. Никаких сомнений. Но этого нет в моем сердце по поводу меня. Я думаю, что может для некоторых это шокирует. Но я не чувствую, что мне необходимо молиться за свое исцеление. Я почувствовал, что мне надо доверять Богу. И просто проживать каждый отдельный день. Для меня битва заключалась в том, что я буду жить в моем маленьком доме в Калифорнии. Для меня битва заключалась в том, что я буду жить в моем маленьком доме в Калифорнии. Что, ага, теперь мне предстоит жить в моем милом домике в Калифорнии и оставаться там. Right? Сказать себе все, хватит. Больше никаких путешествий. Потому что на самом деле путешествия для меня истощающие. И моя жена всегда говорит, когда я домой, это неделю, до того, чтобы я действительно домой. И моя жена говорит, ты возвращаешься домой, но на самом деле тебе надо неделю прожить еще, чтобы на самом деле восстановиться и почувствовать, что ты дома. Потому что я путешествую на очень длинные дистанции и очень много часов провожу в самолетах. И это очень истощает. Поэтому можно было воспринять так, аллилуйя, теперь я буду сидеть дома. Наслаждаться женой, внуками. Но я не чувствовал, что это то, что мне необходимо делать. Я почувствовал, что мне надо продолжать делать то, что я делал. И не беспокоиться о раке. В реальности есть времена, когда я очень устаю. Поэтому я чуть больше отдыхаю. А потом продолжаю жить жизнь так, как будто ничего нет. Потому что по-человечески от моей болезни нет лекарств. Нет ничего, что доктора могут даже предложить. И можно сказать, ну а что же по поводу молитв? Я чувствую себя очень комфортно, просто живя мою жизнь. Потому что для меня молиться об этом постоянно, думать об этом постоянно, для меня это как бы растить это больше и больше и больше, саму проблему. А потом тогда вся моя жизнь будет рак. Вся моя жизнь будет только разговоры о раке. И все, о чем я говорю, это только рак. Я не хочу говорить о раке. Мне плевать на рак. Я хочу о вас поговорить. Я хочу говорить о Ишуа. Хочу жить свою жизнь. Я не хочу свою жизнь приравнивать со своей проблемой. Для меня это ответ. Я не знаю, как для вас это сработает. Не знаю, как для вас, но я понимаю, что часто в наших жизнях, если мы концентрируемся на проблемах, они только становятся больше, больше и больше. Это то, как я думаю. Я знаю, что есть люди, у которых побольше проблем, чем у меня. Это реальность. Есть люди, которые страдают больше, чем я. Поэтому у меня есть дар, это возможность сделать что-то хорошее в моей жизни. Поэтому я хочу прожить свою жизнь, служа другим людям каждый день. И вот об этом строится моя жизнь. И это приносит смысл моей жизни. Это заставляет меня чувствовать себя хорошо. Это дает мне цель. Это наполняет меня радостью. Поэтому я думаю, что этот рак, это что-то даже хорошее, что со мной случилось. Потому что я встречаю везде людей с проблемами. Что-то тяжелое, что они проходят, что они не знают, как с этим разобраться. Поэтому если вы имеете проблемы, я хочу сказать вам, Иисус, Иешуа, больше, чем ваши проблемы. И это то, что делает нас светом этому миру. Это не то, что мы живем жизнь без проблем. Но мы имеем что-то реальное, что есть посреди всех проблем. Если это нереально в проблеме, значит, это вообще нереально. Значит, это фантазия, иллюзия. Это как наркотик. Это либо реальность, либо нереально. И Бог проведет вас через все. И то, что нам необходимо научиться не слушать Левиафана. Книга Иова, вообще она первая книга Библии. Потому что это номер один проблема в нашей жизни. Когда плохое случается с хорошими людьми. И мы слушаем неправильный голос. И он ведет нас к разочарованиям. И теперь у меня будут проблемы с алкоголем. Еще с каким-нибудь проблемой. Потому что я полностью разочарован и отчаян. Теперь мне надо пить таблеток много. Или мы слушаем Господа. И Бог, Он всегда вас от проблемы отворачивает в другую сторону. Он фокусирует не на вас самих, а на других. И Иешуа говорит, если вы потеряете свою жизнь, вы ее приобретете снова. Когда вы начнете благословлять других, вы станете благословенными. Когда мы даем, вы принимаете. Потому что жизнь — это не иметь проблемы. И вот то, что я вижу в своем стаже, 41 год в служении полновременно. Всегда есть кто-то, кто хочет, чтобы за их проблемы помолились. Но проблема вот в чем. Мы можем помолиться, чтобы проблемы ушли. Но завтра у вас будет другая проблема. Понимаете ли вы это? Это жизнь. И не лучше ли научиться жить выше всех этих проблем? Да, у меня есть рак, у меня недостаточно еды, у меня и там проблемы, и там проблемы. Но мой Бог превыше всех этих проблем. Аллилуйя! Видите? Бог превыше всего этого. И послушайте, это не просто эмоция, это реальность. У меня к вам добрая новость. Ишуа больше твоей проблемы. Он больше твоей проблемы. И он не хочет, чтобы мы проживали наши жизни так. Потому что иначе мы проживем свои жизни просто слушая постоянно неправильный голос. И это ранит, это ужасно, это больно. Это разрушает ваше сердце. Поэтому для ответа для тебя, рак, самое лучшее, что со мной случилось в моей жизни. Потому что он на самом деле ничего не поменял. Я все еще делаю то, что делал. Я просто знаю, что от этого я умру. Могу умереть. Нет, конечно, я могу подавиться куриной косточкой. Или что-то другое может произойти. Я уже говорил тут вчера, что хочу умереть драматически. Я бы предпочел, чтобы большая белая акула меня съела. Я люблю удивительные истории. Я расскажу вам удивительную историю, которая в Штатах вчера. И я расскажу вам удивительную историю, которая в Штатах вчера произошла. А потом мы с вами помолимся. Я могу продолжать учить. Но кто из вас уловил послание? Вы получили. Значит, больше не надо проповедовать. Вы его уже получили, правильно? Единственная причина продолжать проповедовать, чтобы вы ухватили смысл. Так, поднимите руки старшие пастыря. Кто проповедует регулярно? Поднимите руки. Ну, кто учит, проповедует. Самый лучший пастырский дар. Это не давать послание. Это вовремя остановиться. И все скажите, Аминь! Сказали не пастыря. Okay, so yesterday... Вчера... How many of you know the tornado? Кто знает, что такое торнадо? Right? Do you have in Ukraine sometimes? No. Everybody say thank you, God. Okay? In the United States we have many. Yesterday... There was a big tornado. And there were people who lived in what we call a mobile home. A home that's made from, you know, metal. You know these things? И есть люди, которые у нас живут в передвижных домах. Такие, которые на трейлерах привозятся. Мобильные дома. So, in length, it's probably twice the length of this room. И длина такого дома, она в два раза, как эти комнаты. And in width, from this wall to probably, would be about to here. Okay? И ширина от стены где-то вот до меня. Now, there's five people inside this... Inside this home. A tornado came and took the whole thing up in the air. Up into the sky. Прям туда, высоко. Way up into the sky. Очень высоко. And it took them for four hours on a ride. Четыре часа дом был там. No, this happened yesterday. Это вчера по-настоящему было. Четыре часа они летали в небе без крылышек. And they went across three states. Они перелетели три штата. And they went 200 километров. А они перелетели расстояние 200 километров. Then... Now, this is the kind of death I want. Okay? Послушайте. This is dramatic. Ну, послушайте. So then, the tornado brings it... There's a farmer. He's outside and he sees this plane. He thinks it's an airplane. And he says, but it has no wings. You know, he's thinking, I've got to start drinking. И он наверняка подумал, надо выпить. And so... This trailer comes down out of the sky. And they said, it rolled for about 100 meters. And all five people came out with no injuries. Hallelujah! I promise you, there will be a Hollywood movie. Think about it. You're in the sky for four hours. What do you talk about? Honey! They pray. They pray. No way, you pray. I say, honey, would you go to the refrigerator and what do we have to eat? Любимая, пойди посмотри в холодильничке, что у нас осталось покушать? Hallelujah! Hallelujah! This is your life! This is your life! You're flying in the air in a trailer. You have no control. You're flying in the air in a trailer. You have no control. But somehow you land and you survive. Hallelujah! Okay, let's pray. So if you have a fear or a lie, yeah, you can stand up. You can stand up. Maybe you fear something that's going to happen and it's never happened. Maybe you have a cancer or a problem. Maybe you don't have everything you need. And it makes you struggle. Let's today make a decision that the problem is not the problem. Let's make a decision today that all the problems no more are going to be the problem. But that we're going to trust God. That we're going to live above problems. And when we have answers for prayer, we say thank you, Lord. And when we get answers for prayer, we just say thank you, Lord. Because God does answer prayer. Because God does answer prayer. He does change things. He does change things. But I believe, most important of all, He wants to change you. But I believe, most important of all, He wants to change you. And that's what I've been learning the last few years. That cancer has not taken away my life. I have peace. I have joy. I feel good. I feel good. And if my time comes, my time comes. And when my time comes, my time comes. I thank God for everything I've experienced. And I thank God for everything I've experienced. I will tell you this. I had a dream. I will tell you this. I had a dream. Let me tell you about my dream. I dream about heaven. I dream about heaven. I dream about heaven. I dream about heaven. Short dream. Очень короткий сон. I was on top of a mountain. I was on top of a mountain. And I looked and below me was a valley. And then there was a river. And it was very big and it was very deep. And then there was a mountain going up the other side. But the water was so beautiful. I've been in many beautiful places on earth. I've been in many beautiful places on earth. It was very clear, beautiful water. But this was more clear and more beautiful than any water I've seen on earth. And I thought, I want to look at the water again. That's interesting. And I thought, I want to look at the water again. And that's interesting. I didn't see them, but there were, I don't know if angels or people behind me. And a voice spoke to me and said, you're not allowed to see any more. And then I woke up. But you know what I saw when I saw that water, why I wanted to look a second time? It's because the water was alive. The Bible says that from His throne comes a river. And it's real. And Isaiah 40, I mean, in Psalms chapter 41, it says, From that river the streams come to the city of God. And it says, it makes our hearts glad. And it says, it makes our hearts glad. See, the river is alive. Reka, она живая. The river is the Holy Spirit. And it comes from the throne. It's living water. Эти живые реки, живые воды. And like last night, when we were together. И как вчера вечером, когда мы поклонялись вместе. A little stream came from that river. Такое ощущение, как будто небольшой источник ручей спустился к нам. And it came down upon us. Он спустился к нам от этой тронной комнаты. And it made our hearts glad. И оно принесло радость в наши сердца. Hallelujah. 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 Отец, мы приходим к Тебе. И мы говорим, Господь, Ты больше, чем любая проблема. Ты больше, чем любой вызов, который жизнь бросает. Ты говоришь в Слове Своем, не бойся. And so I say to you, my friends, fear not. Fear not. Fear not. Не бойтесь. Fear not. Не бойтесь. I want you to say it now. Fear not. Я хочу, чтобы вы повторили. Я не боюсь. Fear not. Я не боюсь. Fear not. Я не боюсь. Fear not. Я не боюсь. Fear be gone. Страх, уйди. Say it. Fear be gone. Страх, уйди. Fear be gone. Страх, уйди. Fear be gone. And so, Lord, we bring you all our challenges. We say thank you, Lord, for our trials. Thank you, Lord, for our difficulties. Thank you, Lord, that you're teaching us how to have lives full of joy and peace. Спасибо, что, Господь, ты учишь нас иметь в жизни полные радости и твоего покоя. It's greater than anything that happens in this life. Что превыше, чем все, что происходит в нашей жизни. And that through us you're going to make us a light to the world around us. И через нас ты делаешь нас светом, через это ты делаешь нас светом этому миру. And they say, how can you have peace? Которые могут спрашивать вас, как ты можешь быть спокоем? Как ты можешь радоваться? And we can give a reason for the hope that is in us. И мы можем объяснить ту надежду, которая есть в нас. Что мы сверхъестественные люди. Поэтому поднимите ваши руки. И попросите реку Божью спуститься к вам. Чтобы река просто протекла в ваше нутро. Скажите, Дух Святой, приди. Река Божья, приди. Приди и наполни меня. Приди. Приди и наполни нас, Господь. Приди нас, Отец. Аллилуйя. И у нас сегодня вечером еще будет чуть больше времени получить это. Я хочу благословить вас. May the Lord bless you. May the Lord be near to you in time of trouble. May the Lord's voice be clear in your spirit. Пусть Божье Слово, Божий голос будет ясен в ваших ушах слышен. May the Lord break bread before you when you have need of eating. Пусть Бог приготовит хлеб, который вам нужен до того, как вы придете с нуждой. The words that bring wisdom and understanding and direction. Пусть Бог дает мудрость и направление. May the Lord make miracles happen before you. Пусть Господь творит чудеса для вас и перед вами. May you, as you go out, the trees that are in the fields begin to shake and clap their hands as you walk by. Чтобы все деревья просто хлопали своими ветками, когда вы проходите мимо. May the mountains come down before you. Пусть горы склоняются перед вами. May the valleys rise. Пусть долины поднимаются. And may the Lord make a pathway even in the wilderness. Пусть Господь путь вам дает даже в пустыне. May you be a people who know that your God is a God of power and greatness. May you be a people that do not live in the limitation of what you know. May you be a people that do not live in the limitation of what you know. May you be a people that do not live in the limitation of what you know. May you live in the unlimitedness of what you don't know. But you possess in your spirit. May the importation of God in these days. Be real in your life tomorrow morning. And the next morning. And the next morning. And then again in the next morning. May you never be the same after these days. Не были теми же после этих дней посещения. Во имя Ишуа. Будьте благословены.